До сих пор он никогда не бывал ни в Европе, ни в бывшем Советском Союзе, и впервые посещает Беларусь. Прекрасно. Вопросов еще больше увеличивается. Господин Митчелл, вот вы в первый раз посетили Беларусь. Ваше первое впечатление о Беларуси? Мистер Митчелл, вы посетили Беларусь для первого раза. Какие ваши первые впечатления о Беларуси? Это очень красиво. Люди хороши. Минск, где я стою, очень чистый. Это, наверное, чистый, чем в любом городе американской, в котором я был в. Что вам не понравилось вот за эти дни пребывания у нас? Что не понравилось в Беларуси во время вашей страны? Я не очень любил рыбу, но это единственное, которое я не понравился. Я не нашел ничего, что не вкусно. Ну, я бы не сказал, чтобы мне что-то не понравилось. Ну, правда, вот нас в гости приглашали, на столе было много рыбы. Ну, я рыбу не ем. Ну, это же ничего не значит, что мне не понравилось. Ну, а сейчас вопрос по существу. Скажите, вот что вас заставило заняться фермерским хозяйством? Почему вы решили стать фермером? Что вы сделали это? Я очень рада работать на земле, быть индивидуальным. Я очень люблю работать на земле, и в то же время я люблю быть независимым. И я хочу гордиться результатами собственного труда и принимать независимые решения. Кто вас поддерживает в этом деле? Поначалу, когда я создавал свою ферму, я не получал никакой помощи. Даже в банке я не мог получить кредит. А почему же все-таки дальше решили заниматься этим делом? Интересно или прибыль большая? Но почему вы решили продолжать заниматься фермером? Ну, это просто интересно для вас, или, возможно, прибыль высокий? Прибыль был высокий. Теперь это просто интересно. Это просто работа. Я могу сделать больше денег, работать в городе, чем я могу фермерить. Раньше прибыли были выше. А сейчас, конечно, они снизились. Но все равно самому работать на ферме очень интересно. Вот если бы я сейчас оставил свою ферму, а ушел работать в городе, я бы даже мог больше зарабатывать. Скажите, а есть последователи вашего примера? Может быть, дети бы и хотели бы работать на ферме, но это невыгодно. И, конечно же, они хотят зарабатывать больше, чем я сейчас зарабатываю на ферме, поэтому все мои дети живут в городе и там трудятся. Ну вот, глядя на сегодняшнюю встречу, вот вопросы, которые поднимались здесь. Похожи ли проблемы американских фермеров и наших белорусских? So, you've participated in our today's meeting and you've heard the questions and problems of our local farmers. And are they similar to the problems that American farmers are facing now? No. Your biggest problem I see is being able to own land and being able to mortgage it for operating money. The biggest problem we have in America is making a profit right now. It's... You have to be a very good operator and a manager and have very little or no debt in order to survive right now in American agriculture. Нет, проблемы американских фермеров очень сильно отличаются, потому что сейчас самый главный вопрос в Беларуси это частная собственность на землю. Если была бы установлена частная собственность на землю, то тогда землю можно было бы использовать как залог. И фермеры мы могли бы тогда бы закладывать свою землю в банке и брать кредиты для развития своего производства. А в Америке самая большая проблема для американских фермеров это же, конечно же, рентабельность фермы. И нужно быть очень грамотным, очень умелым организатором своего производства, чтобы ферма была рентабельной. Ну, я надеюсь, что мы еще не один раз встретимся с круглым столом и будем продолжать наше сотрудничество. Я надеюсь, что мы будем продолжать сотрудничество, будет развиваться сотрудничество между белорусскими и американскими фермерами. Это будет способствовать укреплению дружеских отношений между нашими правительствами. Потому что так бы хотелось, чтобы на земле был мир.